Всем привет! В этом видео я покажу, как быстро сделать структурные карамельные цветы. Сначала приготовим карамель. Все ингредиенты соединим в сотейнике, в котором будем варить. Сразу хочу сказать, что карамель готовится очень легко. Не надо бояться, пробуйте, всё получится. Можно сразу также добавить краситель, такой, как вам нужен. Я добавляю краситель Amaricolor, голубой цвет. Если есть желание, перед тем, как вы будете варить карамель, все ингредиенты можно хорошенько вымешать. Можно не мешать, можно просто так ставить на огонь. Ставим сотейник на средний огонь и начинаем варить карамель. Когда карамель начинает кипеть, мешать её ни в коем случае нельзя. После того, как карамель начинает сильно кипеть, уменьшаем огонь до минимума. Пускай себе карамель варится на маленьком огне. При медленном уваривании карамели декор будет прозрачным и качественным. Этой порции карамели хватит на небольшое количество маленьких цветов. Рабочая температура карамели от 140 до 145 градусов. Независимо, будет ли 140 градусов или 145 градусов, декор всё равно получится качественным. Это я говорю из личного опыта. Как только мы доварили карамель до нужной температуры, сразу снимаем с огня. Перед этим желательно подготовить себе силиконовый коврик. На нём работать легче. И, конечно же, молды для выдавливания лепестков для цветов. Я буду делать маленькие цветы, поэтому у меня молд универсальный. Размер молда 3х6 см. Вливаем порцию горячей карамели прямо на молд. Если нужно, можно растянуть шпажкой, придать лепестку нужной нам формы. Работать надо быстро, так как карамель очень быстро остывает. Сверху прикладываем вторую часть молда и немного прижимаем, выдавливая лепесток. Вытекшую карамель по бокам можно убрать шпажкой. Нужно подождать секунд 15-20 и пробовать снимать лепесток с молда. На данном этапе карамель ещё не полностью готова. Она не полностью твёрдая и не остыла, но её можно легко снять с молда. И пока она ещё как бы тёплая и кипкая, можно дополнительно сформировать ещё некоторые детали в лепестке. Если вы работаете в медицинских перчатках, некоторые из них посыпаны тальком или пудрой медицинской. Лучше пользоваться перчатками без талька или перед работой с карамелью перчатки промыть и просушить. Иначе тальк испортит вам декор из карамели. Он помутнеет. Готовые лепестки можно выложить на силиконовый коврик и оставить их там до полного остывания и затвердения. После того, как карамель затвердеет, мы можем формировать цветок. Вот я буду пользоваться для формирования вот такой прокладкой, которую я купила в магазине, где продают посуду или бытовую технику. И простой выемкой лепесток розы. Теперь формируем цветок. Цветы могут быть очень разнообразными, это уже как у кого какая фантазия. Я буду выкладывать пятилистник. Маленький и большой. Если к этому времени карамель, которая осталась, уже застыла, ее нужно обратно поставить на огонь, но не мешая, не помешивая ни в коем случае. На маленьком огне разогреть. И горячей карамелью залить сердцевину цветка. Я заливаю два раза, чтобы сердцевина была побольше. Карамельные цветы делаются очень быстро, так как карамель имеет свойство быстро остывать. И после этого оставляем цветок до полного затвердения. Таким образом мы можем формировать очень разные цветы. Большие, маленькие, с разными формами лепестков. Декор из карамели можно хранить либо в сухом помещении, либо в холодильнике системы No Frost. Это новые модели нового поколения. В старых холодильниках она может немного потечь, стать липкой. Главное, чтобы не было влаги. Декор из карамели хорошо сочетается с шоколадом, с ганашем и с мастикой. Если нужно, декор из карамели также можно подкрашивать. Лучше всего с сухими красителями или кандурином. Если что-то пропустила, пишите, пожалуйста, свои вопросы в комментариях. Желаю всем удачной работы. До следующего выпуска. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok